Народ в России, давайте не будем его называть оболваненным, да? Он вот такой, какой он есть. Какой он у себя дома, такой он и в буче. Не надо нам придумывать, что он дома лучше. Ну, если он своего ребенка бьет не насмерть, а в жену не стреляет, когда, извините, ее насилуют, и маму бьет сапогом по лицу не насмерть, это не значит, что он, так сказать, другой в буче. Просто там он абсолютно отвязан. Он абсолютно понимает, что ему ничего не грозит, и он проявляет себя таким, какой он есть. Так вот, есть добрая часть населения, которые такие. Это вот эта провинциальная Россия, которая привыкла жить в дерьме, у которой нет ни образования, ни медицины, ни культуры, ни интересов. Поэтому, когда рассуждают о Путине и его будущем, рассуждают о Москве. Москва продержится в хорошем состоянии еще достаточно долго, потому что система построена так, что сколько бы денег не было, но 90% будет в Москве, а если надо, то и 99%. И всегда найдется и параллельный импорт, и так далее, и тому подобное. Весь вопрос состоит в том, как будут действовать санкции, и как будет, в первую очередь, происходить война. Сочетание этого и голодный, обезумевший народ проигрыша лидеру не простит. А вот если будет происходить как сейчас, или будет с его стороны некий выигрыш, то это все еще на очень долго, не дай бог. Но это то, что... Как вы считаете, чем и когда закончится война? Ну, понимаете, для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте. Но многие считают это нереальным, и как бы резко меня критикуют за, так сказать, подыгрывание Зеленскому и, как бы это сказать, декламацией. Ну, я действительно так считаю. Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации война не может закончиться для Украины ничем, кроме или полной победы, или полного разгрома поражения. В разгром поражения я не верю, потому что это уже чисто расчет. Этого просто не может быть, эту страну невозможно захватить. В поражение я верю, плюс, когда 84% населения страны не готовы, чтобы война остановилась за счет торговли территориями. Да. Да, это говорит о духе населения, в котором президент, руководство должны лидировать. Они должны, так сказать, быть уверены в том, что они победят в войне, и что Крым будет взят, и территория будет полностью восстановлена. Поэтому я считаю, что перелом будет скоро. Ну, я надеюсь, осенью. Надеюсь, еще не холодной осенью. Я надеюсь, что то, что мы слышим и видим по Херсону, это вопрос недель, а может быть даже меньше. И в Херсоне начнется наступление, и Крым будет отрезан от Херсонской области. Вот, и это важная история. Я надеюсь и почти уверен, что у Америки нет другого выхода, и у других стран, как дать то оружие, которое будет добивать до российской территории. В данном случае я все-таки имею в виду в первую очередь Крым. И корабли, крейсеры, да, там, в бухте Севастополя должны быть уничтожены. Я имею в виду основные, там, три их, по-моему, крупных. Типа, вот, ушедшие от нас Москвы. Безвременно ушедшие от нас Москвы. Да, безвременно, как сегодня оказалось еще с сыном контр-адмиратом, капитан-лейтенантом Ники. Вот, правда, жертв не было. Вот, ну вот еще один пропал без вести. Вот, и я абсолютно уверен, что в нужный момент будет вооружение, которое достанет не только до кораблей, но достанет и до Крымского моста, и он будет разрушен. Вот, и тогда в Крыму совершенно изменится ситуация. Леонид Борисович, я напоследок хотел бы немножко о вас поговорить, спросить вас. Скажите, пожалуйста, вы же в России заочно осуждены, правильно? Пожизненно и шесть лет сверху. Пожизненное заключение заочно, да? И шесть лет сверху. Так, вы находитесь в розыске? Ну, наверное, да. Ну, в смысле, не в Интерполе меня сняли с Интерпола, а Россия меня ищет, да. Так, я хочу вас вот о чем спросить. Вот, по мне, в России. Сначала они открыли уголовное дело по трем или четырем статьям. Затем они внесли меня в реестр террористов и экстремистов. Затем они запретили в России мои книги. Затем они объявили меня в розыск. И как вишенка на торте за очный арест. Что это значит с точки зрения человека бывалого? Ну, вы знаете, в 2004 году, когда это все началось со мной, вот, а в 2003, к сожалению, до этого был арестован Ходорковский, вот, Россия воспринималась как, в общем, нормальная страна. Я имею в виду Миром. Она была полноценным членом во многих организациях. Я уж не говорю о Совете Европы и, соответственно, Евросуде. Вот, Парламентская Ассамблея, АБСЕ, там, с ней считались и так далее и тому подобное. Вот, даже после речи Путина 2007 года в Мюнхене, никто не понял, что он всерьез, а не в шутку. И все продолжалось так, как будто бы это нормальная страна. И тогда приходилось доказывать, что ты не верблюд. Причем доказывать так по-серьезному. С адвокатами, судами. Я проходил Верховный суд, адвокатство в Израиле и так далее и тому подобное. В вашей ситуации вам заботиться не о чем. Просто никакое поручение России, никакой страной, кроме таких, в которые вы не поедете, я надеюсь, это вот единственное, что я вам хочу посоветовать, как бывалый. Не езжайте в те страны, в которых вас могут продать за деньги. Я бы даже сказал, такие страны, в которых вы сомневаетесь. Но это может быть. Там, где Путин может поднять трубку и попросить. И ему могут пойти тем иным путем навстречу. Но сейчас таких стран очень мало. И они вам не нужны. Весь остальной нормальный мир для вас открыт. Можете не обращать внимания. Интерпол не возьмет никогда розыск против вас. Если, не дай бог, возьмет рассматривать, то адвокат напишет письмо в комиссию по файлам и отнимут. И ни одна страна не будет ни по этому поводу, ни по билитеральным соглашениям арестовывать и так далее. Но, еще раз, как человек бывалый, я советую вам проверять с адвокатом перед поездками куда-то, что у вас происходит на границе с этой страной. Потому что, может быть, предвкушая, что вы куда-то ездите часто, они подали туда просьбу об аресте для экстрадиции. А Путин может ради меня снять трубку? Да, конечно. Ну, слушайте, я сказал так, если бы он мог помочь Соловьеву снятием трубки, он бы снял трубку? Чем же вы хуже? Вы антисоловьев, вы для него враг. Без сомнения. Я по своим причинам, вы по своим причинам. Ну, что ж, на этой замечательной ноте мы закончим. Очень интересная беседа. Вы знаете, Леонид Борисович, я с удовольствием бы продолжил ее в следующий раз и не единожды. Потому что с вами очень интересно общаться. Спасибо, Дмитрий. Я бы хотел сказать, в свою очередь, что, конечно, мы не говорили об Украине, мы не говорили о том, что нужно делать всем нормальным людям, чтобы помогать Украине. Вот, я не хвачу хвалиться тем, что я делаю, и не буду. Но я вижу, что мы идем сейчас в осень и в зиму. И если с оружием все хорошо, то нам надо думать о людях, которым будет и холодно, возможно, и голодно. И эти гуманитарные вещи должны сейчас выйти для всех нормальных людей в мире на первый план. Их надо, на них надо фандразить, надо покупать, надо поставлять, надо координировать. Потому что они разрушили огромное количество теплоэлектростанций. Меня, например, Харьков очень беспокоит. Я не понимаю, как люди будут уже в сентябре, в октябре, а подальше зима в Харькове. Там это огромный город и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что сейчас еда, медикаменты и теплые вещи, спальные мешки – это вот то, что должно выйти на первый план. И этим надо заниматься. Всем нормальным людям, включая российскую оппозицию.